Друзья, привет! Ну, как говорится, хочется снять для вас ролик, показать, что, кажется, не ежевика единая, собственно говоря, вживую мы. Находясь в деревне и не иметь, как говорится, огорода минимально способна прокормить вашу семью, нашу семью, я считаю, ну, это как-то странно. Я не люблю развешивать ярлыков, у всех бывают разные условия в жизни, но, тем не менее, имея хоть какую-то площадь, я считаю, нужно иметь возможность выращивать. Конечно, снимаю я видео не совсем вот удачное время, уже большая часть урожая снята, уже вторая половина лета он уже такой усталый-усталый. Первый был, конечно, шикарный, очень показательный, но все равно, то есть, я хотела вам показать мою тепличку. Теплица изначально строилась деревянная, как рассадник для томатов, когда она вмещает где-то порядка 20 тысяч рассады, нам этого, в принципе, хватало. После того, как я бросила заниматься томатами, ну, она, естественно, сейчас служит нам просто как вот место для выращивания овощей для семьи, основных, то есть, это томат, перец, баклажан, в основном, а, и огурец, конечно, в основном, конечно, это томат. Сразу говоря, насадила очень много, очень. Это для семьи, из-за трех человек, ну, просто накупориться, наесться, ну, просто вот, ну, столько не надо. Мы раздаем соседей, угощаем, которых уже ничего нет. К сожалению, здесь люди не очень умеют выращивать, и у них, в основном, это все в огородах, уже сгоревшая, убранная, они уже покупают. У нас, кстати, в это время сейчас помидоры 100 рублей. Вот, казалось бы, 100 рублей розовый помидор, и где-то 70-80 красный. Зачем это покупать, если можно их вырастить? Тем более, там, элементарные правила агротехники, они позволяют получать до осени урожай. Вот то, что у меня за спиной, я высаживала еще в начале апреля. И вот сколько он уже тянется, я быстренько сейчас расскажу, что я делаю, как его сохранить, и какие ошибки я тут натворила. Ну, и то, что ошибок, у меня просто нет времени ей конкретно заниматься. Вот здесь у меня гибрид Самбек, это компания Global Seeds, очень урожайная, для тех, кому нужен, крупная сливка, типа Карнабель, только красная. Он очень мясистый, сладкий. Вот такие вот патроны висят, обалденные, грамм по 200, сливка, очень сладкая. Вот такая вот. Очень сладкая, классный помидор, для закруток, просто даже вот в салат, что угодно, можно куда угодно добавлять. Вот такая вот урожайность, у него он и прет выше. Единственное, что, кальция я уже сто лет не даю, я вообще ничего сюда не даю, если честно. Тут было просто внесение перед посадкой рассады основное. И изредка, когда им что-то достается от ежевики малины. Все. Больше ничего. Я даже поливать уже подзабыла, когда я их нормально поливала. Вот здесь у меня он посажен. Дальше гибрид Львович. Тоже Global Seeds. Ребята, ну этот гибрид, вот вы посадили, и вы будете бесконечно с урожаем. Мне он не нужно столько. Вот оно уже упало тут все. Ничего не делаю. Вот верите? Не делаю ничего. Он сам вяжет. Никаких там опрыскиваний, туканей. Боже упаси. Ничего. Полив тоже. Когда вспомню, когда не вспомню. Посмотрите, высота вот этой вот перекладины, вот этой вот, больше двух метров. Вот он там весь навязан. То есть, если, допустим, тот же самый Самбек, вот видите, он чувствителен к дефициту кальция, и не дали его прежде всего, потому что я его сушу конкретно. Я как вспомню, там может раз в неделю или раз в две недели мы включим сюда полив вместе с ежевикой. Дело в том, что ежевику-то мы не поливаем уже давно из-за этих затяжных дождей. Просто-напросто. И в итоге теплица тоже стоит практически сухая. Вот, значит, помидора, обвал. Да, он здесь уже не крупный, потому что никакой особо кормежки нет. Мне столько просто и не надо. Первые томаты были по 800 грамм. Ну, просто шайбы такие. Этот сорт чем мне нравится? Во-первых, он ранний. Он настолько дурокоустойчивый. То есть, вы всегда будете с помидором. Я всегда с помидором с ним. И он бесподобно вкусный. Он вообще нереально вкусный. Тут у меня черрики. Бомбина от Global Seeds. Вы скажете, что это все от Global Seeds? Ребят, ну да, я представитель компании. Но я сажаю не потому, что там я представитель компании. У меня, грубо говоря, халявные семена. А просто потому, что классно. Посмотрите, вот оно все висит. Я вообще без ухода. Вот просто вообще без ухода. Я ничем не обрабатываю, ничем не кормлю. Урожая валом. Вот желтый помидор, который наш экспериментальный, который хавает совка, томатная моля и так далее. Потому как я ничего не обрабатываю. Просто я сюда не дохожу. Мне просто жалко. Я для семьи вообще не хочу использовать химию. Тут и так помидоров валом. Вот этот вот сорт сара. Это не Global Seeds. Ребята, мне очень понравился. Если найдете этот гибрид сара, так он и называется. Очень вкусно. Видите, тут уже пожрала его сухка. Бесподобно мясистый, сладкий. Плод крупнющий с носом. У меня были помидоры по 600 грамм и все носатые. Вот он, видите, продолжает тянуть. У него, конечно, плотность не мохитоса. Далеко не увезешь, но сорт урожайный и тоже неприхотливый. Мы рвем до сих пор. Тут у меня немножко нескорослого помидора посажено. Очень вкусный тоже сорт. Мне нравится. Это наш номерной. Его в продаже нет. Мы его не пустили в коммерцию, но мне он понравился. Я уже его почти полностью собрала. Вот такие вот красавчики висят. Сейчас я его достану. Сорт потрясающе вкусный. Гибрид точнее. Но он не обладает той плотностью, которая нужна для рынка, поэтому его мы не пустили в коммерцию. А вот новинка компании баклажан у нас появится. Очень хороший для теплицы. Вот такие вот красавчики. Мягкие-мягкие, классные вообще. Его можно посынковать и тянуть вверх. Он растет без проблем вверх. Вот он вяжет, ему пофигу на жару. Он продолжает цвести. Цветки он не скидывает. Это другой гибрид. Он не такой высокий. Тут его сожрал практически колорад. Вот такое. Видите, короче, у меня теплица под названием все есть. Все в таком виде уже. Но тем не менее, ребят, для семьи более чем. Я ничего не покупаю. Это все мне хватает с головой еще и поугощать людей. Ну, здесь у меня рядочек огурца, который мы уже 300 раз приспускали. Он уже там как-нибудь и без единой кормежки. Что я хочу? Это гибрид терек. Это наш новый. Мне хотелось его посадить и попробовать. Вот такой вот, учитывая, что он у меня уже растет май, июнь, июль. 3 месяца без единой обработки, жарепитания и полив такой же, как и помидором. То есть, почти ничего. Огурца валом. Вот, посмотрите. Вот он накидывает, продолжает. Огурец очень тонкокорый, очень вкусный. Вот, смотрите. Сейчас похолодало, конечно, он очень сильно тормознул. Но, если честно, мы сами виноваты. Вот, видите, кабанчики. Мы, это значит, три дня никто не собирал. Но гибрид бесподобно вкусный. Тонкая шкурка, вот он хрустящий. Он не перерастает в кабанов. Вот, видите, какой. То есть, дыней он не станет. Или кабачком. Ну, то есть, гибрид способный выдерживать все тени гораздо. Он растет, он вяжет, он семью обеспечивает всем, чем надо. Мы уже накупорились и закупорились, и чего только у нас нету. С этого огурца и всякие салаты мы наделали. Уже просто не надо, и соседи не берут их, уже коровы не жрут наши огурцы. Ну, так вот. Ну, перца тут тоже у меня. Вот, это цит, он, global seeds. Короче, для семьи более чем. Столько просто даже не надо. это уже наморозили, накупорили, всем раздали, кому могли. Так что, друзья мои, я, кажется, не только ежевичная фея, я еще и овощная фея. Как-то успеваю между всеми этими сборами, работой, домашним хозяйством что-то здесь еще для себя выращивать. Ну, это тоже самбек. Кстати, хочу сказать, что посадила я его здесь позже, и за вот этой вот стеной, вот этой вот стеной, ему не хватало света, и он здесь такой печальный. Вообще, прямо такой грустный-грустный. Так что, планируйте свои посадки в теплице, так, чтобы не было затенения, чтобы помидор, это вообще очень светозависимая культура, ему нужно только яркий насыщенный свет. Ну, такой помидор. Классный. Нем-нем. Ну, все, друзья, пока-пока. Всем хороших урожаев. Я побежала натягивать сетку. сетку. Продолжение следует...